Всем привет! Сегодня будем чистить оптику. Это видео напросилось в принципе само собой. Звонит мне друг сегодня утром и задает такой вопрос. Женя, а где нужно в городе почистить оптику? Я говорю, в смысле почистить? Внутри что ли? Если внутри, то это будет стоить дороже, чем сама оптика. Он говорит, да нет, не внутри, просто сверху линзы там залапались, пятна какие-то, капли от воды разводы. Как бы их почистить? Я говорю, а сам что? Он такой, да ну, у меня оптика очень дорогая, боюсь что-то лезть, не дай бог что-то поцарапаю или еще что-нибудь. Опасаюсь, мне проще заплатить деньги человеку, пусть он это сделает. Я говорю, да там ничего сложного в принципе нет. Итак, одно из самых важных правил, в принципе, друг мой правильно поступил, что он не стал, не зная туда лезть, не начал сам чистить оптический прицел. Итак, самое важное правило, если бы вы поехали на охоту, и, ну, мало ли там дождь, еще что-то, или там где-то даже глазом бывает, вот на бинокле покажу, бывает, на бинокле, вот у меня бинокль такой, вот. Вот. Бывает просто забываешь выдвинуть, вот такие вот. И прислоняешься вплотную глазами. И ресницы все равно жирные, они оставляют такие вот полоски. То есть, ни в коем случае не нужно там брать рукав и все это тереть. Это вообще запрещено. Это оптику убьете сразу же. То есть, ее можно поцарапать. Также оптический прицел. Где-то там вы стоите на номере, ружье там вверх подняли, где-то дождь накапал, снег. Максимум можно издалека дунуть и все. Там снег убрать. Ни в коем случае нельзя рукавами, там вот этими салфетами тереть. Ни в коем случае. Оставьте как есть. На сегодняшнюю охоту вам этого достаточно будет видно. Да, будет, конечно, мешать, неприятно. Но лучше не лезть. Лучше приедете домой и все сделайте так, как я сейчас покажу вам. Это самое важное из всех правил. Ни в коем случае нельзя устранять загрязнение салфетками, рукавами или еще чем-либо. Даже если у вас прицел очень-очень-очень хороший, там где-то песок попал, видно, или грязь совсем, лучше даже где-то водой из бутылки сполоснуть. Прямо оптим. Ей ничего страшного не будет. Потому что хорошие прицелы, они водонепроницаемые, газонаполненные. Ничего ему не будет. Но ни в коем случае ни руками, ни какими усилиями не тереть. Это одно из основных правил. Следующее правило, оно не менее важнее, чем первое правило. Это очередность действий. Это очередность действий при чистке. Ну, я думаю, пришло время перейти в режим поближе и показать. Итак, приступаем к чистке. В первую очередь, внимательно осматриваем, что нам предстоит. Вот. Ну, видно, что у меня прицел тоже уже как бы заляпал. Не знаю, может, видно будет. Посмотрите. И самое главное, обратите внимание на мелкие крупицы. Это песок, пыль, абразив, короче. Это очень плохо. И что мы делаем в первую очередь? Это обязательно. В первую очередь мы идем в магазин и покупаем вот такой вот маркер. Он продается в любых фотоотделах. Он так и называется маркер для чистки оптики. Ну, я заказывал через интернет-магазин. Стоит он 9 долларов. Ну, а у нас в магазинах он тоже что-то стоит. 350 рублей, 300 рублей. Они разные есть. У него здесь такая... Я не знаю, такое... Там, велюровый, по-моему. Ну, какое-то напыление. А с этой стороны у него кисточка. Значит, в первую очередь, что мы делаем? Мы делаем кисточку поглубее до половины. И выметаем тщательно весь песок оттуда. Лучше перевернуть ее вот так вот. Шоркаем прям. Оттуда все надо вынести. Отсюда тоже. Если есть воздушный компрессор, может быть, даже воздушным компрессором. Но кисточкой все равно нужно делать. Иначе коралл. Дело в том, что если вы начнете сразу же чистить песок. Ну, вы сами понимаете, то же самое, что взять и наждачкой почистить оптику. Все. Песочек вымери. Ну, лучше время на этом не экономить. Подольше потереть. Где-то с резьбы вымести. Пыль прям летит, видно. Все. И здесь так же потрогаю. Прям тщательно, тщательно, тщательно. Далее. Далее берем, как я называю, любой размягчитель. В принципе, ну, не любой. Я бы не рекомендовал там какие-то растворители, еще что-то, бензин или там, не дай бог. Ну, я как бы понимаю, что все это понимают. Но на всякий случай бывает. Максимум спирт. У меня средства для чистки очков. Также в оптике магазинах продажи очков. Любое средство, оно продается. Стоит 80 рублей этот баллончик. Просто берем и наносим туда обильно, прям так. Прям, ну, прям залил я. Туда залил. Пусть размягчается. Еще нам понадобятся вот такие вот обычные кухонные салфетки. Все переворачиваем. И можно так же сделать сюда. Ну, сразу пусть размягчается. Жир там, разводы. Все вот эту грязь. Все. Я думаю, достаточно. Берем салфетку и не трем. Ни в коем случае не надо никаких движений тереть. Движение будет в самой последней очереди. Просто промокаем. Убираем оттуда воду. Вот это вот. То, что мы налили. Вот. Ее прям видно, она впитывается в салфетку бумажную. Если салфеток нет, можно использовать туалетную бумагу. Ничего в этом страшного нет. Вот. Воду мы убрали. Теперь пришло время к другому кончику маркера. И начинаем круговыми движениями. Так. Потихонечку. Это все убирать. Ничего сложного нет. Главное соблюдать порядок строго. И стрем до тех пор, пока не уйдут разводы. Смотрим под разным углом. Вот, в принципе, у меня уже все. Ну, вот так вот получается. Вот такая вот разница. И самологично проводим с обратной стороны. Всю жидкость промокнули. Вот так. И то же самое делаем уже. Треним. Просто по кругу вводим, вводим. До тех пор, пока не исчезнут разводы. А их видно четко. Ну, в принципе, все. Быстро уходят. Все разводы, весь жир. Вот с этой стороны все готово. Вот, пожалуйста. С этой стороны тоже все убрали. Ну, вот и все, в принципе. То же самое делаем с биноклем. С дальномером. Ничего сложного нет. Не нужно платить лишних денег. Самое главное, аккуратность. И последовательность. Строгая последовательность действий. Ну, и не забывайте, что на охоте все-таки еще раз напомню. Ни в коем случае не пытайтесь протереть тряпкой или еще чем-то там. Я не знаю, как в фотоаппаратах. Я сейчас говорю конкретно о рабочих, охотничьих предметах. Оптика, бинокль, дальномер. Ну, вот, в принципе, и все, чем хотел с вами поделиться. Надеюсь, был полезен. Всем пока.